Мир вам, дорогие братья и сестры! Рад быть снова в вашей церкви и вместе углубляться в Слово Божье. Тема моей сегодняшней проповеди на основе семинара звучит так – «Три библейских принципа странника и пришельца». Расширенное название темы звучит несколько сложнее. «Три библейских принципа странника и пришельца в отношении иностранных языков и окружающей языческой культуры». Как мы будем рассуждать? Мы посмотрим, почему эта тема важна. Во-вторых, мы посмотрим на термины, которыми мы будем оперировать, чтобы мы понимали друг друга. В-третьих, мы посмотрим на сами три библейских принципа. В-четвертых, мы посмотрим на те примеры из Библии межзаветного периода, то есть между Ветхим и Новым Заветом, и современной христианской истории негативных примеров на тех людей, которые эти принципы не соблюдали и потерпели полный, тотальный урон. Дальше мы сделаем перерыв, потому что это все-таки как семинар, есть много данных, научных данных и так дальше. Мы сделаем перерыв, споем, а затем мы продолжим. И пятым пунктом мы посмотрим на исполняющих эти библейские принципы. То есть, опять же, на библейские примеры, современные примеры и некоторые еще удивительные примеры тех людей, которые эти же самые принципы исполняли. И какое благословение, как уже передо мной брат говорил, они имели в своей жизни. И, конечно, будем проверять себя и молиться. Почему это так важно? Потому что язык формирует менталитет. Это значит способ мышления народа. И действительно, мы видим, разные нации, разные группы, разные народности имеют свои языки. И тот способ, которым они размышляют, отличаются друг от друга. И это как раз имеет значение язык. Но это не так важно. Важно следующее. Второе. Язык является носителем культуры. Так говорят лингвисты. Причем, для нас что очень важно. Культура в лучшей ее части, то есть христианская культура, по Христу, как говорит Священное Писание, Колоссянам 2.8. Если, конечно, в стране есть живое христианство и христианские ценности. И худшей части языческой культуры, по преданиям человеческим, по стихиям мира, а не по Христу. Колоссянам 2.8. Итак, запомним. Не так важен менталитет, хотя, может быть, для кого-то это важно. Важно для нас сознавать, что язык, хотим мы это или не хотим, но он является носителем культуры как лучшей части, так и худшей части. И вот теперь мы сами можем выбирать, какую часть мы все-таки будем иметь – по Христу или по преданиям человеческим и стихиям мира. Почему еще это так важно? Потому что уже сейчас в нашей среде у многих людей сложилось свое отношение к иностранному языку, ну, в среде которого мы живем. Друзья, есть правильные и неправильные уже сложившиеся наши представления. Есть полное непринятие. И там есть урон, хотя не такой сильный. Есть растворение. Другие люди считают, что надо раствориться в этой стране, в этой культуре. Смею вас уверить, что это ведет к полному урону. А вот между ними как раз четкая библейская позиция. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, если будешь следовать все-таки библейским принципам. Поэтому я призываю вас. Давайте мы сейчас оставим наши предубеждения или наши взгляды. И посмотрим, а все-таки Библия говорит нам, как иммигрантам, как мы должны здесь жить, какое будущее у нас, как мы должны растить детей и как не раствориться. И причем в худшей части языческой культуры. Она здесь тоже есть. Мы не сомневаемся в этом. И мы видим, кстати, как она ужасно действует. Почему это так важно еще? Это вопрос нашего духовного выживания в последнее время. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Неужели, неужели даже язык иностранный будет использовать враг для того, чтобы прельстить? Да, и мы это тоже наблюдаем. Он будет использовать все возможные арсеналы, в том числе и иностранный язык. Но даже не столько о него, а он будет как средство, которое поведет к принятию этой как раз стихии мира не по Христу, а по разным вот этим уводящим в сторону худшим части культуры, среди которой мы живем. Второе. Проясняем термины. Иностранный язык – это язык иной страны. Он так и звучит. Ино-странный. В которую ты или твои родители или прародители переехали. Родной язык – это язык твоего рода. Род-ной. То есть родители, прародители. В основном может быть больше мать и бабушка. Родные, близкие родственники. Родная община, в которой ты с детства. Второй Тимофея 1.5. У Тимофея была бабушка Лаида и мать Евника. И вот слушайте. Которые передали ему нелицимерную веру. И мы понимаем, что передали средством языка. Он имел с ними тесное общение. Они буквально вкладывали, как Павел говорит, не только благовестие, но и души наши. Вот за словами еще очень важно общение с нашими родителями и бабушками и дедушками. Потому что не только благовестие передается. Послушайте, Павел точно говорит. И души наши, бабушки и дедушки, родители вкладывают в ребенка, в подрастающее поколение и душу свою. И это очень важно. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к детям, молодежь, подросткам и также еще и ваши родители. И бабушки и дедушки тоже. Эта тема для нас важна для всех. Это вопрос нашего выживания. И не просто выживания, а еще и служения Богу в Духе и Истине. Проясняем термины дальше. Следующий термин – это bilingual. От слова b – латинское два, и lingua – язык. Одинаково – совершенное владение двумя языками. Умение в равной степени использовать их в необходимых условиях общения. Запомните, bilingual. Следующий термин – это полиглот. Греческое полиглотос. От слова поли – много, а глотто – язык. Человек, владеющий многими, то есть тремя и более языками. Следующее. Что же нужно знать и исполнять нам, как иммигрантам в этой стране? Причем не только в этой стране. Любые иммигранты в любой стране в любые времена сталкивались с этими вызовами. Кстати, кто были первые иммигранты, вы знаете? Или первый самый иммигрант? Авраам. Авраам, да. Ну, может быть, до него еще Адам и Ева, да, оказались совершенно незнакомые обстановки, были сотворены. Но, в общем-то, если мы берем, то Авраам пошел, не зная, куда идет, в иностранную местность, иностранная, другая страна. Итак, неужели Богу есть дело до иммигрантов? Как нам выживать? Да, есть. Эта тема захватила меня 24 года назад. Я первый раз начал задумываться о нашем будущем и будущем наших детей. И в то время я учился в семинарии два года, встречался на разных, разные были конференции, в том числе и пастырские. Я общался со многими людьми и в том числе и с иммигрантами предыдущих волн. Наша волна четвертая, запомните это. Предыдущая волна, которая была после Второй мировой войны, это третья волна. Вторая волна эмиграции, я имею в виду из бывшего СССР, это сразу после революции. И первая волна до революции, примерно с 1890-х годов. Итак, четыре волны, и на нашей истории вот прямо сейчас происходит пятая волна эмиграции. Мы будем говорить больше о нашей четвертой и немножко раньше. Дело в том, что Богу есть дело до этого. И у Него есть конкретные библейские принципы, которые мы должны знать, в них пребывать и ставить задачу для наших детей, чтобы они тоже видели эти принципы и следовали им. И как мы увидим, если мы следуем этим принципам, будет успех. Брат уже говорил их об этом. Если мы в точности последуем этому слову, которое не исходит, не отходит от уст наших, будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. А если не будешь следовать, будет урон. Вы помните два человека, которые вошли в землю обитованную? Из 600 тысяч мужей, которые вышли того поколения из Египта. А в общем, мы считаем примерно, исследователи считают, что больше, чем 2 миллиона. Итак, 2 миллиона вышли. Сколько зашло в землю обитованную? Только 2. Почему те, которые вышли, не могли зайти? И те, которые зашли, почему они зашли? Потому что три раза Священное Писание говорит, к халеву обращаясь, за то, что ты в точности последовал Господу Богу твоему. Ты войдешь, и дети твои войдут, и наследуют землю. Итак, не только он сам, но и дети будут успешны, если будут следовать стопами отца. Итак, переходим ко третьему пункту. Что это за библейские принципы? Запишите, они вам понадобятся. Можете даже зазубрить их и поставить их как свои цели. Это не мои цели, это библейские, это Господни. Итак, первый, самый основной и главный принцип для любой эмиграции – это добавление. Добавление, а не замещение языка. Это основной библейский принцип. Апостол Павел его выводит. «Благодарю Бога моего» – 1 Коринфянам 14, 18. «Я более всех вас говорю языками». Павел добавлял языки к своему еврейскому, а он, несомненно, его знал. И когда понадобилось, он обратился к своему народу. Представилась возможность, помните, на ступенях тысяченачальник позволил ему говорить к своему народу, когда толпа бушевала и хотела его разорвать. А он вдруг обратился к своему народу на чисто еврейском языке. И Писание говорит, что образовалась глубокая тишина. Люди не ожидали, что он, выросший в греческой культуре, в греческом городе, мог сохранить родной язык. Он шокировал вот этим делом всех людей. Образовалась глубокая тишина, и люди внимали. Ну, хотя бы частично его началу речи. Он знал еврейский язык. Он знал арамейский язык, потому что как исследователи Библии, а часть Библии написана была на еврейском, и часть на арамейском. Он, несомненно, его знал. Он знал греческий, потому что он вращался в той среде и с детства был уже воспитан в греческой культуре. Причем греческий язык состоял из двух частей, которые очень отличаются друг от друга. Первая литературная часть – это язык философов и ученых-мужей того времени, который очень сильно отличался от разговорной части, так называемой Койне, диалект Койне, на котором написан Новый Завет. Он знал и тот, и другой. Он знал язык ученых. Он знал поэтов. Он мог обращаться с людьми на простом языке, и они друг от друга отличались. И он знал и тот, и другой. И он знал, конечно же, язык права того времени – это римский или же латинский язык. И это только начало было, потому что это было до обращения. Ну, а с обращением, я думаю, он только приумножил знание языков. И он точно говорит – я более всех вас говорю языками. Давайте заметим, что не просто слушаю, не просто могу читать. Говорю языками. Вот наша задача, чтобы наши дети, мы сами и наши дети могли говорить. Именно говорить. Не только на родном, но и другими языками. Добавлять. Второе, второй принцип библейский мы видим – это средство преемственности поколений, а не разрыва поколений. Удивительно, вы помните, с помощью чего Господь разрушил плохое дело, когда люди собрались из-за своей гордости строить эту Вавилонскую башню. Он пришел и смешал языки, и один перестал понимать речь другого. И что случилось? Преемственность в этом деле была нарушена. Они не смогли делать то, что они задумали. Бог отвратил их от плохого дела. Что делает лукавый дьявол? Он подражает Богу во всем, только с плохой стороны. Для того, чтобы прекратить доброе дело, преемственность поколений и передачу нелицемерной веры, как передавала бабушка, матери, Тимофею и дальше. Дьявол тоже делает. Он смешивает языки так, что родители перестают понимать детей, а дети не хотят больше общаться с родителями. И что происходит? Происходит разрыв поколений, и доброе дело, передача нелицемерной веры прекращается. Да, конечно, вы скажете, что есть исключительные случаи. Да, мы сейчас говорим об общем направлении. Есть исключительные случаи с одной стороны и с другой стороны. Даже у самых нечестивых царей, и мы читаем об этом в Библии, были благочестивые дети. И даже у самых благочестивых царей были нечестивые дети. Есть исключения. И ко мне часто подходят, говорят, брат, а вот это как? Я говорю, это исключительный случай. Мы сейчас говорим об общей тенденции, которая тоже говорится в Священном Писании. Помните, Мнауфей говорил, 3 царш, 21 глава, 3 текст. «Сохрани меня, Господь». Отчего? Чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Мы понимаем, конечно, он переживал за физическое наследство. Но нас больше волнует духовное наследство, которое сохранили наши отцы, пройдя через гонения, через горнила. Они сохранили, передали нам. Наша задача – сохранить, передать дальше. Третий принцип – язык должен быть средством благовестия, а не носителем худшей части языческой культуры. Помните, мы с вами говорили, что лингвисты утверждают, что язык не сам по себе, он носитель. И он может носить и лучшую, и худшую часть. Так вот, наша задача и принцип Библии, чтобы мы бодрствовали так, чтобы язык не был носителем худшей части языческой культуры. Даниил 11, 32. Помните, поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Вот удивительно. Но Антиоху Епифану, а это прообраз Антихриста, ему удалось с помощью лести сделать так, чтобы язык того времени стал носителем худшей части культуры, и он смог привлечь почти все молодое поколение того времени. Причем лесть – это хитрость, обман, то, что привлекает, нравится, то, что очень по душе. Языческая культура – это то, что так нравится нашей ветхой природе. «Писание говорит, не любите мира, ни того, что в мире». 1 Иоанна 2, 15. Ну а теперь переходим к четвертому пункту. Неправильный путь. Мы видим первое – замещение языка. Не добавление, а именно замещение. Родной язык больше нам не нужен. Да мы, зачем он нужен вообще? Ну так некоторые говорят, да? Неправильно, не по-библейски. Библейский путь – это добавление. Так вот, неправильный путь начинается с замещения языка. Что ведет после этого? Язык становится средством разрыва поколений. Это следствие. И третье – при замещении и разрыве поколений духовные ценности, вот послушайте, хотим мы этого или не хотим, замещаются тоже. Духовные ценности бабушек и дедушек, родителей, замещаются вместе с замещением языка, вместе с разрывом поколений и принимается, к сожалению, худшая часть языческой культуры. Это тоже следствие. Ну а сейчас давайте мы посмотрим на некоторые моменты, которые с научной точки зрения, с лингвистической точки зрения и самое главное – с библейской. Говорят нам, что нельзя этого делать ни в каком случае. Вот интересно. Ну, я хочу вам сказать, что некоторые научные данные, лингвистические данные, которые я собрал, это не самое главное. Это как дополнительные, просто интересные вещи, которые, ну, должны нас убедить, что даже ученые и то видят, что это неправильный путь. Но самое главное, я хочу сказать, что для нас важны библейские принципы. Вот это главное. А это второстепенное. Ну, второстепенное я тоже хочу с вами поделиться. Итак, что же говорят ученые? Происходит при замещении языка. Послушайте, что происходит внутри, в нас самих. Атрофирование центра родной речи, уменьшение нейронных связей, снижение интеллектуального уровня, что ведет к урону и некоторой деградации. Ну, деградация – это неплохое слово. Это просто, когда человек снижается, снижается и снижается. Что интересно? Ученые, которые изучают, как же человек учит иностранные языки, они приходят к выводу, что когда ребенок слышит родную речь, у него закладывается центр овладения родным языком. Затем он слышит иностранный язык, закладывается новый центр овладения иностранным языком. И сколько бы он языков не овладевал, каждый раз создается новый центр в мозгу. Но и вы понимаете, чем больше таких центров, тем больше повышается интеллектуальный уровень ребенка. Мне интересно попался такой интересный пример, когда одна девочка с детства, с двух годиков, у нее были разные бэбиситеры, причем носители других языков. И вот она с ними общалась по году, а то и больше, просто с носителями разных языков. Как вы думаете, сколько девочка знала уже к семи годам? Восемь языков. В совершенстве могла говорить свободно. Нету предела. Ученые говорят, нету предела, потому что мы с вами после грехопадения используем только 5-6% всех наших способностей головного мозга. До 25% использовал соломон. И это не предел. Мне кажется, что у нас некоторые наши молодежь и подростки даже пытаются использовать меньше. Но наша задача, конечно, им помочь в этом. Второе. Второе, что важно, и что говорят уже лингвисты. Смотрите. Языки делятся по уровню сложности. Есть экстрасложные языки, которые имеют от 44 до 52 падежей. Настолько сложные, что человек, который не выучил их из детства, во взрослом возрасте никогда их не выучит вообще. Кстати, интересно, туда входят не только баскский или табасаранский, но еще и наваха. Это язык индейцев. Настолько сложный за счет окончаний, за счет гибкости, что там даже есть восходящие тоны и нисходящие тоны. 52 падежа, в то время как у нас в наших славянских языках мы имеем 6, а там 52. И вы знаете, да, наверное, слышали, что во время Второй мировой войны этот язык наваха использовали даже радисты для того, чтобы сокрыть данные. Это был шифр, и немцы не могли его распознать. Настолько сложный язык, ведь каждый шифр можно попытаться распознать. Этот невозможно было. Язык индейцев наваха – один из самых сложных языков. Вот и скажите, что индейцы – это не сильно умные люди. Очень умные, вам скажу. Потому их так и не взлюбили, и вот подальше от нас убрали. Слушайте дальше. Есть второе – это сложные языки. Это все финно-угорская группа языков, то есть финские, северные языки, еврейский, греческий и все славянские языки, которые имеют от 6 до 15 падежей. И третье, то есть самое высшее – это экстра-сложные языки, дальше сложные языки. И третье – это простые языки международного общения, куда входит и английский тоже. Что для нас очень важно. Дело в том, что мы не говорим сейчас, какой хороший или какой плохой. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что спуститься со более сложных языков вниз легко. Для этого ничего не нужно делать. А вот подняться потом обратно сложно. Знаете, я учился в семинарии, у нас было больше 23 человек. В группе мы проходили в течение трех семестров, это полтора года, а греческий язык. Из всей моей группы, 23 человек американцев, ни один так и не смог выучить этот язык. Они все учили на 3З – зазубрив, сдав и забыв. И они говорили «it's Greek to me», это значит «непереводимо», «непонятно» и вообще «не нужно мне». Потому что очень тяжело подняться с языков строгого порядка на более сложные языки и овладеть ими. Более того, переводить стихи, переводить классическую литературу – очень тяжело с языков простых, когда ты переводишь сложных языков. У нас училось три студента, и я с другими еще разговаривал. Я говорю «вы учите русский язык, как вам дается?» Они говорят «очень-очень тяжело, но мы берем, так сказать, с силою, с Божьей помощью». Я говорю «какие вы бенефиты увидели в этом?» Один из них говорит «я прочитал Пушкина и Достоевского в оригинале. Это небо и земля по сравнению с тем переводом, который мы имеем на английском. Потому что невозможно передать ту красоту и богатство огромное, которое со сложного языка нужно перевести на более простой язык, строгого порядка». Я говорю «и что ты скажешь?» Он говорит «это огромный мир для меня открылся, когда я в оригинале могу прочитать». Да, конечно, мы знаем, что есть наследие английское и стихов, и других вещей, которые в прошлом были накоплены, тоже очень большое богатство. Но мы сейчас говорим о том, что есть сложность с простых языков подняться на более сложные. Что говорят лингвисты еще? Наши дети, спустившиеся и заместив наши славянские языки на более простой язык, подняться дальше обратно, снова овладеть хотя бы нашими славянскими языками, будет очень сложно. Практически для многих уже будет невозможно. Да, утратить легко, сохранить немножко труднее, но надо сохранять. Неправильный путь – замещение языка. Замещение языка – ограничение миссии. Вы знаете, сегодня мы живем в мире, где англоязычных миссионеров уже во многих странах перестают принимать. И там, где для англоязычных миссионеров закрываются двери, открываются двери для славяноязычных миссионеров. И мы можем этим пользоваться. Ведь два языка дают возможность увеличить нашу миссию в несколько раз. И это очень хорошо. Огромная духовная опасность замещения, то есть многих прельстят. Еще Неемия, 13 глава, 23-25 текст – удивительный пример библейский. Послушайте, как он звучит. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и мавитянок. И оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Удивительная реакция Неемии. Послушайте, что сделал Неемия. «Я сделал за это выговор, проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Неемия, почему так строго? Почему ты рвешь волосы у них? Почему ты их заклинаешь Богом Небесным? Что ты увидел? Вот что увидел Неемия. Замещение языка, дети перестают говорить на родном языке, прерывается общение родителей и бабушек и дедушек с детьми. Это разрыв поколений. И что происходит дальше? Замещение Божьих ценностей на худшую часть языческой окружающей культуры. И к чему это ведет? «К уничтожению Божьего народа». Неемия настолько это видел ясно, он не мог остаться в стороне. Он плакал, он бил даже, он их вразумлял, чтобы они так больше не делали. Еще один удивительный пример, который произошел в период между заветами, когда закончился Ветхий Завет, и последний из пророков замолчал, наступили 400 лет тишины до прихода нашего Господа Иисуса Христа. И что же там происходило? А вот что там происходило. 175-й год до Рождества Христова приходит на сирийский престол Антиох Епифан. Четвертый, а это прообраз Антихриста. Он первый устанавливает мерзость запустения в Иерусалиме. Затем будет вторая в 70-м году, а затем третья, которая готовится уже в отдаленном будущем. Итак, и каждый раз события повторяются по спирали и повторяют друг друга. И для нас очень важно посмотреть, а что же сделал Антиох Епифан, как он установил эту мерзость запустения, потому что то же самое произошло в 70-м году, и то же самое готовится и сейчас. Дух Антихриста действует по одной схеме спирали, и события повторяются. Послушайте, что произошло. Когда я сам читал вот эти данные историков и то, что написал Даниил, а он написал, что лестью он прельстил поступающих нечестиво, а вот уже Иосиф Флавий, Роберт Гандри и другие исследователи посмотрели, а что же там происходило, я сам был в шоке. Послушайте, что происходило. Он за семь лет начал совращать молодое поколение, отрывать его от старого поколения. Как это ему удалось? Родной еврейский язык замещался греческим языком. Молодое поколение не хотело разговаривать, читать, писать и читать священное писание на родном еврейском языке. Посещение греческих театров начало распространяться, ношение греческой одежды, хирургические операции по удалению следов обрезания. Молодое поколение даже не хотело, чтобы о них думали, что они евреи. Настолько модернизация, мода и греческая культура захватила молодое поколение, что им было стыдно причислять себя к божьему народу. Слушайте дальше. Смена еврейских имен на греческие. Был построен гимнасий с прилегающим ресталищем. Здесь к негодованию набожных иудеев еврейское юношество в соответствии с греческими обычаями занималось атлетикой в обнаженном виде. Соревнования начинались с обращения к языческим богам. Даже иудейские священники присутствовали при этом событии. Роберт Гандри об этом записывает. Слушайте дальше, что произошло. Православная энциклопедия отмечает. Через семь лет после этого армия Антиоха Епифана входила в Иерусалим. Послушайте, что было дальше. Когда армия Антиоха входила в Иерусалим, огромное количество иудеев, в основном молодого поколения, обольщенных Антиохом не только не выступили против войска завоевателей, но встречали воинов Антиоха с радостью. Это те воины, которые придут и убьют твоих родителей, которые будут сжигать свитки священного писания и которые осквернят твой храм Иерусалимский. И ты встречаешь их с радостью? Вот такая сила обольщения. Что же сделал Антиох за семь лет? Давайте мы снова пройдем по нашим принципам. Ему удалось заместить язык с еврейского на греческий. Ему удалось разорвать связь поколений. И ему удалось привнести худшую часть языческой, греческой культуры и подготовить целое поколение евреев к принятию мерзости запустения. Он установил ее сначала в сердцах молодого поколения. А когда они встречали его с радостью, он поставил это в храме. Мерзость запустения. Для нас это важно посмотреть, потому что то же самое происходит сегодня. И мы видим эти вещи. Братья-служители во всех церквах видят, что это началось. Обольщение молодого поколения уже началось. Наша задача стоять против и помогать молодому поколению не поддастся этому обольщению. Как это происходит сегодня, друзья? Очень легко. Смотрите. Когда вы приходите в магазин, вам предлагается пакет продуктов. Вы спрашиваете, можно взять по отдельности? Вам говорят, нет. Это пакет сразу. Вот берите все или ничего. Вы берете этот пакет задешево, приносите домой и начинаете один продукт за другим вынимать. Это нужно, это не нужно, это нужно, это не нужно. Пакет полностью уже ваш. Хотите вы это или не хотите? Давайте переведем это на духовный смысл. Первое, что предлагает лукавый в этом пакете, а это пакет поклонения не по духу и истине, а поклонения по плоти, языческим богам, для плоти и все ради плоти. Первый вынимаем оттуда момент. Это плоть начинает оголяться, потому что она хочет, чтобы ей восхищались. Ей приносили бы жертвы в виде удивительных взглядов, в виде удивления, в виде поклонения, восхищения. Плоть этого желает. Это первое. Вы скажете, ну это мне не подходит, но ты уже взял, уже ничего не сделаешь. Второе берем, следующее из пакета. Это один пакет. Плоть начинает себя разукрашивать, потому что мало восхищения нужно еще, чтобы восхищались дополнительной красотой плоти. И он начинает навешивать на себя сверху, снизу, везде. Это второе. Третье. Музыка меняется. Музыка, которая здесь плоти не нравится. Надо повеселей, поживей, чтобы плоть заводилась. Надо добавить ритм такой, чтобы плоть сама, сама шла в пляс. Так это мне не нужно. Нет, ну ты уже взял, бери. Это уже в твоем пакете. А следующее что? А следующее. Следующее. Легкое отношение к вину. Ведь плоти хочется немножко еще больше веселья. А следующее. А следующее. Это легкое отношение между братьями и сестрами. И вот мы уже увидим, танцы на свадьбах пошли. Это плоть желает танцевать и быть близко, и возбуждаться друг от друга. Это мы не заказывали. Нет, это уже все твое. А следующее что? А следующее в этом же пакете. Добрачное взаимоотношение молодежи. Ну надо же попробовать друг друга. Вот что в этом пакете. И там еще много-много из этого пакета вы можете доставать. Это все уже ваше, если вы вступили на поклонение по плоти, ради плоти и все для плоти. Вот так Антиох увлек все поколение, молодое поколение воспитанных, наученных еврейских юношей и девушек на этот путь. И мы удивляемся, как можно это было сделать. Послушайте, за семь лет он это сделал. Кто-то скажет, дорогой брат, а ведь это происходит и у нас. Как легко повернуть на этот путь поклонение по плоти. И вот он тебе, весь пакет, который тебе на поклонении по плоти, прямо в твои руки, за очень дешевую цену, все твое. Кто-то скажет, ну я не хочу весь пакет. Мало ли, что ты не хочешь. На этом пути все будет твое. Кстати, многие западные церкви, мы говорим это с сожалением. С сожалением, чтобы никто меня не обвинил в том, что я как-то к этому плохо отношусь. Я отношусь с плачем, с сожалением. Когда я учился, я сам вынужден был два года быть в американских церквах. Даже не в одной, в других. Я видел, как это происходит на моих глазах. Как мои же студенты, с которыми я учусь, они быстро-быстро переходят именно на этот путь поклонения по плоти и ради плоти. Как легко и приятно туда идти. Давайте мы посмотрим еще один момент и сделаем перерыв. Ошибки предыдущей эмиграции. Меня заинтересовало, что же случилось с третьей волной эмиграции, которая была перед нами. Я встретил несколько молитвенных домов, пустые молитвенные дома, несколько бабушек, ни одного брата, ни одного человека из молодежи, ни одного подростка или детей. Четыре-три бабушки там. Я разговаривал со многими из них. Я спрашивал их, прошло 50 лет. Это было в 2000 году. На тот момент это прошло 50 лет, как они приехали. Я спросил их, какие уроки вы вынесли, что вы сделали неправильного, чтобы нам не пойти по вашему пути. По-разному отвечали, но я вынес три ответа. Примерно три ответа повторялись всегда. Послушайте эти ответы. Они хотели побыстрее перейти на английский язык, чтобы даже никто не догадался, что они из бывшего СССР. Ну, было напряжение между СССР и США, вы знаете. Они хотели побыстрее получить все блага и богатства в этой стране, поэтому работали на двух-трех работах. Дети и молодежь оставались без должного внимания. И третье – упустили подготовить новое поколение служителей. И через некоторое время растворились. За исключением одной церкви. Это есть исключительные случаи. Я такой исключительный случай нашел. В Миннесоте. Я был в этой церкви. Украинская церковь спраздновала, послушайте, в этом году 70 лет. 70 лет. Я не знаю, как им это удалось. Но когда я у них спрашивал, они сказали, у нас был очень мудрый пастор. Когда мы приехали сразу после войны и организовалась наша украинская церковь, он сказал и убеждал нас, дома родной язык, вне дома английский язык, вместе два языка, равное количество времени и не отдавать приоритет просто одному английскому языку. Держите дома родной. И 70 лет я проповедовал в этой церкви. До сих пор все дети и молодежь говорят дома на родном языке. Вне дома на английском, а дома на родном. И в церкви тоже на родном. Что же произошло с этой иммиграцией? Давайте снова посмотрим по нашим трём библейским принципам. Произошло замещение языка, причём очень быстрое. Второе. Разорвалась связь поколений. И приняли худшую часть языческой американской культуры и их ценностей. Неминуемое следствие. Растворились в этой языческой культуре. Остались пустые молитвенные дома. В некоторых местах не только наших церквей, но даже молитвенных домов больше не осталось. Ещё один пример перед нашим перерывом. В Пенсильвании я проезжаю там один городок. Там есть наша церковь уже нашего, нашей иммиграции. Но после войны туда приехало очень много братьев, сестёр, славян. Образовалось несколько церквей. Наша баптистская самая большая. 250 примерно членов свой молитвенный дом. Католическое славянское, православное славянское и греко-католическое. И ещё ряд славянских церквей. Прошло 50 лет, приехала наша волна иммиграции. Я спрашиваю молодёжи. Загадка. В этом городке. Как вы думаете, какие славянские церкви остались через 50 лет? Они говорят, ну наша-то точно должна остаться, наверное, ещё православная, ещё какая-то. Я говорю, неправильно. Остались все, кроме нашей баптистской. От нашей баптистской церкви, послушайте, я говорю это со слезами, даже следа не осталось. Даже молитвенного дома не осталось. Всё продали. Все растворились. Католическое на месте. Проводят служение на английском. Священник проводит. И приход есть. И православное славянское. Вывеску даже не поменяли. Славянская православная церковь. Священник на английском языке. И приход есть. От наших не осталось даже и следа. Они выживают за счёт традиций. А мы выживаем за счёт посвящения и исполнения слова. И если слово мы не исполняем, ничто нас больше не удержит. Мы тоже растворяемся. Мы не должны это делать. Друзья, этот пример меня очень-очень сильно тронул. Даже до слёз. Я думаю, не должно так быть. Мы не имеем права раствориться в этой стране. Потеряться сами и наших детей. А для этого мы должны исполнить именно Слово Божье. Делаем перерыв и дальше продолжим. Нас ждут удивительные примеры исполнения этих принципов. Просто будете поражены, и мы будем вместе с вами потом молиться. Приступаем к правильному пути. Мы посмотрим на то, как эти библейские принципы работали также в практической жизни в разных местах. И какое благословение имели люди, которые, поняв эти принципы, исполняли их просто в своей жизни и имели огромное, большое благословение. Итак, правильный путь. Ну, кстати, я не буду уже долго задерживать. Ещё 15 минут, и мы приготовимся к молитве. А затем я сделаю небольшое объявление по библейскому колледжу. Итак, правильный путь – это добавление языка. То есть к своему родному добавляем английский, к нему китайский, испанский и так дальше. И чем больше, тем лучше. Второе – нужно бодрствовать над тем, чтобы язык был средством преемственности поколений. И для этого очень важно, чтобы дети наши общались с бабушками и дедушками, с родителями, и чтобы не было разрыва вот этого общения. И третье – язык как средство благодати, благословения, когда мы благовествуем, а не способ принятия худшей части американской культуры со всем этим ненужным нам пакетом, который мы видели уже. Итак, давайте посмотрим. Правильный путь добавления языка – это обогащение во всех отношениях. Что говорят учёные, которые вникают во все эти процессы? Они говорят следующее. И меня поразили эти данные. Построение новых центров в головном мозге, отвечающих за новый иностранный язык. И как следствие, послушайте, увеличение количества серого вещества. Последние данные доказывают, что количество серого вещества добавляется. А это значит память, когнитивные способности, то есть познавательные способности человека, увеличение нейронных связей и так дальше, и так дальше. Вот что делает, когда мы добавляем и не ленимся. Расширение профессионального уровня. Ну, вы знаете, что сегодня много компаний, даже здесь, в этой стране, которые имеют свои бренч, вот эти, так сказать, филиалы в разных других странах. И они с охотой принимают людей, которые владеют больше, чем английским языком. Которые владеют еще и китайским, и славянскими языками, и другими, и так дальше. Это расширение возможности миссии, как мы говорили. Человек, который знает несколько языков, имеет возможность проповедовать больше во многих других странах. Удивительным примером добавления языков для благовестия является Василий Гуревич Павлов, 1854-1924 год. Послушайте, молодежь, вот наш пример. Мог проповедовать на 24 языках. Семь языков знал в совершенстве, на остальных мог говорить основные истины о Христе. Вот что пишет один из его друзей. Павлов, чтобы не быть немым среди тех народов, куда вело его проведение, а с другой стороны, чтобы лучше усвоить Слово Божье, кроме древнееврейского, изучил сирийско-халдейский, осиро-вавилонский, арабский-осетинский, грузинский, армянский, персидский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, сербский, финский и самаритянские языки. Уже в конце жизни на вопрос, на скольких языках вы можете сказать о Христе? Он ответил, о Христе простыми словами могу сказать на 24, пишу на 7. Друзья, о чем мы говорим, когда наши дети говорят, да, мне сложно уже говорить на нашем славянских языках, мне сложно это. Друзья, дети, молодежь, подростки, вот наши примеры. Ради Господа и Его Евангелия просил у Бога, и Бог давал мудрости. Мы тоже можем это делать. Правильный путь, добавление языка. Это сравнение Библии в других переводах. Это изучение двойного огромного духовного наследия на разных языках. Славянского, англоязычного братства и других братств. Кстати, наследие по Христу у нас одно. У нас одни и те же гимны. Да, у нас есть тысяча переведенных гимнов с английского языка. Мы поем даже одни и те же гимны. У нас книги духовные глубокие, одни, мы их читаем, и у них есть в переводе с нашего языка, и у нас в переводе с их языка. Наследие-то у нас одно по Христу. Здравое учение, благоговение пред Богом и служение Богу со страхом и радость с трепетом. Проверка своего состояния. По нашим оценкам, по моему наблюдению, вот мы проводим каждый год беседы с нашими крещаемыми. Примерно 25 человек. Мы с каждым беседуем. Понимаешь ли проповеди на русском? Понимаю. На каком языке читаешь Библию? Послушайте, что я за несколько лет собрал, какой результат. Понимают проповеди 100%. Все еще. Ну, конечно, может, не все слова понимают, но все-таки 100% понимают наши проповеди. Из всех крещаемых. Читают, пишут и говорят. Из них примерно 20 человек из 25. Пять человек уже больше не говорят и даже не могут молиться на родном языке. Таким образом, примерно 20, от 15 до 20 процентов, и это не только в нашей церкви, я проводил этот опрос и в других церквах, примерно 20 процентов нашей славянской молодежи производят замещение языка. Вот что сегодня опасно. Это еще не критично. Это еще только пятая часть молодежи. И еще можно поправить. Еще можно поправить. Происходит замещение родного языка. И, как мы увидели, это очень опасное состояние, потому что следующим будет разрыв поколений, а следующим будет принятие худшей части американской культуры. Кстати, мы собирались с братьями, с нашими преподавателями, которые тоже ездят по разным церквам, и мы обменялись друг с другом данными, что они увидели. Послушайте, что увидели. Я это тоже очень хорошо увидел. Везде в наших четырех объединениях, а это наше объединение, Мидвест, северо-западное, и канадское объединение. Во всех наших четырех объединениях есть несколько церквей, которые дали возможность молодежи сегодня вести служение полностью на английском языке. Вроде бы хорошее дело. Но послушайте, что происходит. Нет ни одного положительного случая, чтобы, начав проводить служение на английском языке, без присмотра старших, молодежь бы осталась в наших ценностях. Вот что происходит. Вместе с замещением языка они начали проповедовать и вести служение на английском языке, произошло и замещение ценностей. А они начали подражать худшей части американской культуры. Вести себя развязно, допускать шутки разные, поменяли музыку, поменяли одежду, поменяли все направление служения. Прямо вот из этого пакета, о котором мы говорили. Я спрашиваю моих преподавателей, и что нет ни одного положительного случая? Они говорят, брат Олег, к сожалению, на сегодня нет ни одного положительного случая. Надо давать возможность им участвовать, но только под присмотром. И, как мы уже говорили, исполняя эти библейские принципы. Друзья, практические советы, чтобы быть билингвал, это значит равное использование обоих языков. Например, на работе и учебе английский, дома в общении с родителями, братьями и сестрами и в церкви, родной язык. Под родным языком я не говорю, что это именно только русский. Мы здесь имеем в виду и молдавский, и украинский, и казахский. То есть весь набор, послушайте, из 195 языков бывшего СССР, для которых, кстати, в бывшем СССР большинство людей были билингвал. Они знали родной язык из 195 языков бывшего СССР и русский язык, как язык международного общения. То есть в бывшем СССР большинство уже людей, даже неверующих, уже были билингвал. Я нашел еще более удивительные, еще более удивительные данные. По оценкам лингвистов, примерно половина населения Земли являются билингвал. Они знают, сохраняют свой родной язык. В основном это Африка, Южная Америка и так дальше. Большинство стран Европы. Они сохраняют свой оригинальный язык и добавляют языки международного общения, принятые в их странах. И другая часть, но другая часть, это больше 4 миллиардов, хотели бы быть билингвал. Я говорю молодежи. Для тех, кто с пеленок, знает два языка, слышит их, имеет, сразу погружается в язык или в культуру двух, в две культуры, можно сказать, да, и слышит эти слова и на русском, и на английском языке, и утрачивает родной язык, это самое худшее обкрадывание самого себя, которое трудно себе представить. Давайте не будем обкрадывать. Последуем примеру апостола Павла. Итак, что еще? Чтение Библии и духовной литературы на обоих языках в равной пропорции. Наш библейский колледж, кстати, использует подход билингвал. Мы мотивируем наших студентов, чтобы они читали и на нашем языке, а если трудно, и английский читайте, то есть развивайте, причем библейский и богословский язык. Доходило до смешного. Некоторые наши сестры, уже забывая свой родной язык, а у нас училось три американца, американцы учили, и вот сдают экзамен все вместе. Экзамен на русском. И наши сестры не понимают некоторые слова и спрашивают американцев, вы можете мне перевести? Американец переводит им с русского на английский нашим сестрам. Я говорю, сестры, дорогие, до какой степени ленин нужно дойти в этой стране, чтобы вам уже с русского на английский переводили американцы? Почему? Они затрачивают огромное количество усилий, учат наш язык, а вам просто чуть-чуть затратить его сохранить, и вы даже этого не хотите? Но я говорю, еще не все потеряно. Давайте, старайтесь. Итак, последуем примеру апостола Павла. Наша цель – сохранить и приумножить родной язык. Второе – сохранить духовное наследие наших отцов. Добавить английский для благовестия, добавить испанский, китайский и другие языки для благовестия. Апостол Павел говорит, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». К нашим огромным благодарностям. Давайте добавим еще благодарность апостола Павла, когда мы вместе с ним можем сказать, «Благодарю Бога моего, я могу говорить на двух языках». Я имею в виду молодежь. Друзья, помолимся Господу. Я хотел бы, чтобы эти цели, библейские принципы запечатлелись в наших сердцах. Вы знаете, я провел этот семинар на нашей конференции. Присутствовало 1200 человек молодежи. После этого семинара подошло огромное количество молодежи. Они говорили, «Брат Олег, мы это чувствуем так же, мы только не можем выразить». Я получил больше тысячи с лишним положительных отзывов. Люди говорили правильно. Это правильно, это нужно. Это нужно говорить нашим родителям, это нужно говорить молодежи. Один брат пишет, брат Олег, «Я думал, что я в своей церкви уже один остался, кто так понимаю. А сегодня я получил большое ободрение, потому что я чувствую, что это правильный библейский путь». Конечно, были и гневные отзывы. Я понимаю, я вступил на сторону, или, как сказать, на место плоти и лени. Да-да, наша плоть и лень не хочет отдавать занятые насиженные места. Ведь нужно чуть-чуть поднажать или как-то заставить себя, чтобы немножко больше усилий применить для того, чтобы свой сохранить и добавить еще что-то. Это больше усилий надо. Лень не хочет. Плоть противится. Я вступил на это, да. Поэтому я согласен, что были некоторые отзывы и очень гневные. Были некоторые конструктивные. Но я благодарен за все. За хорошие, плохие отзывы. Я хочу взбудоражить, чтобы никто не остался равнодушным. Чтобы все увидели библейский подход. И чтобы наши дети в будущем не растворились в этой языческой культуре, не были поглощены ею. Чтобы Бог нас мог использовать в этой стране по максимуму. А Он сможет использовать, когда мы любим Слово, когда мы следуем Ему. И само Писание говорит, тогда ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно. Поблагодарим Господа, помолимся Ему. Аминь. Наш дорогой Небесный Отец, мы дети Твои склонились пред Тобою. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты хранил до сего часа. Каждого из нас нашел. Мы находимся в этой стране, в которую Ты переселил нас. Господи, есть трудности, и есть испытания, и есть опасности в этой стране. Помоги нам бодрствовать. Помоги нам следовать Твоим принципам, которые Ты оставил в Священном Писании, чтобы мир не поглотил нас, чтобы языческая культура не растворила здесь никого из верующих, не привлекла на свою сторону. Сохрани от всех этих путей плоти, поклонение в плоти и для плоти. Сохрани, помоги нам поклоняться Тебе в духе и истине. Сохрани нас и детей наших в будущем, и дай нам быть Твоими служителями в любой стране. И дай нам мудрости для владения, дальнейшего владения любыми языками, для того, чтобы на любом языке провозглашать Твои истины, как мы видели эти удивительные примеры. Помоги нам в этом. Прославляем Тебя, и благодри вместе с апостолом Павлом. Аминь. 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 Аминь.